Евросоюз пытается подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии. Страны Запада после того, как разрушили Минскую группу ОБСЕ, пытаются вклиниться в посреднические усилия России по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, но получается непродуктивно. Об этом, как передает РИА Новости, глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции. Как отметил российский министр, Россия помогает Армении и Азербайджану в вопросе делимитации границы и будет оказывать содействие в согласовании мирного договора между Ереваном и Баку. Параллельно мы наблюдали судорожные попытки других игроков вклиниться в эти процессы. Мы никаких проблем с этим не испытывали. Единственное, что мы отмечали в контактах с Ереваном и Баку, это то, что Запад после начала специальной военной операции устами Вашингтона и Парижа официально заявил, что они нигде, ни в каких форматах с Россией участвовать не будут. Тем самым они заявили о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ, сказал Лавров на пресс-конференции. Министр добавил, что именно поэтому, когда армянские коллеги вспоминают про МГО БСЕ, российская сторона говорит, что вопрос не к ней, а к США и Франции. Сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом, по его словам, пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии. Например, проводят в Брюсселе заседание комиссии по делимитации. Ну и армяне, и азербайджанцы, люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском генштабе, мне представить трудно, добавил министр.